Депутаты наконец утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. После долгих споров и обсуждений решили остановиться на цене 22 рубля за одну поездку. Это в случае, если платить наличными. При оплате транспортной картой и банковской бесконтактной цена будет почти на 10% ниже – 20 рублей. Тем самым, стимулируя население переходить на транспортные карты и на оплату услуг по перевозке бесконтактными банковскими картами, мы полагаем, что такой способ повысит собираемость, что в конечном итоге повысит выручку. При разных видах проездных цена будет еще ниже. Так, если приобрести абонемент на 30 дней и 50 поездок, одна поездка обойдется в 19 рублей. А если на 60 дней и 80 поездок, то в 18. При этом стоимость проездных для льготных категорий граждан останется без изменений. Новые тарифы вступят в силу с момента опубликования решения. Но на этом работа депутатов с Горавтотрансом не закончится. Была создана специальная группа из представителей Думы, администрации и перевозчика, которая проведет анализ деятельности МУПа и постарается найти выход из сложившейся на предприятии кризисной ситуации. Это только начало пути по работе с Горавтотрансом, вообще говоря, и нужно нам с вами очень пристально к этому вопросу внимательно подойти. Коммунальные тарифы тоже вырастут с 1 июля следующего года. По всем статьям на 4%, и только цифра в графе водоотведения может подняться почти на 16%. Такой рост, по словам представителей администрации, обусловлен инвест-программой Горводоканала. Сети предприятий изношены более чем на 80% и нуждаются в полной модернизации. Вырученные с повышения тарифа средства как раз и пойдут на эти цели. Если инициативу о росте стоимости услуг водоотведения поддержит губернатор. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.